Привет, друзья! Вы на канале Кузнец от Израева и его ведущий Максим Красильников. Сегодня мы продолжаем наш плейлист оружейка Кузнецы. Вы уже видели, как мы тестировали боевыми патронами винтовку Мосина. Сегодня мы будем стрелять холостыми с пулемета Максима. Это легендарный пулемет, который до сих пор используется в локальных патронах. Ребята, ему уже более века. Но более подробно расскажет технического клуба «Самоход» Владимир Солодовник, который разбирает и собирает по винтикам этот пулемет Максим. И благодаря его рукам эта единица оружия до сих пор радует посетителей в данном случае шоу на аэродроме Коротич и дает им возможность почувствовать себя антихулеметчицей или каким-то бойцом Красной Армии. Привет, Володя. Расскажи, пожалуйста, зрителям все, что ты знаешь. Ну, наверное, не все не надо. Это мы будем 5 часов стоять и слушать. Наверное, немножко про историю создания, применение этого оружия. И технические, я думаю, нехорошие качества. А вот какие у него были недостатки? Расскажи, пожалуйста. Так, наверное, история создания самая у него интересная. Потому что в технике так все взаимосвязано, что механика развивалась более активно, отставала химия. Механики давно уже хотели создать автоматическое оружие. И американский изобретатель Хайром Максим, он первым успешно доработал коротечницу с ручным приводом. Доработал до того, чтобы перезаряжение шло от энергии и газа. Получился первый в мире пулемет, который более-менее стабильно работал. Это было в 1870, сейчас точно не вспомню в каком году. В позапрошлом веке, не в прошлом, в позапрошлом. Так вот, почему он нигде не был принят на вооружение? А потому что не было еще бездымного пороха. Химия отставала, порох был малодымный, шоколадный. Но это все равно давало очень много несгоревших остатков. Механизм очень быстро засорялся. Но Хайром Максим, он был необыкновенно талантливый не только изобретатель, но он, как бы сейчас сказали, менеджер. То есть он быстро понял, кому это устройство больше всех в мире нужно. И поехал он из Америки в Англию. Потому что у владычи Сымарей было такое количество колоний, что у англичан не хватало солдат держать колонии в повиновении. И Англия первая в мире приняла на вооружение пулемет, который ненадежно работал. Но они применяли их массированно. Не один пулемет ставили, а ставили пять пулеметов. И если из пяти хотя бы два работало, этого было достаточно, чтобы сдержать наступление, какие-то выступления индусов, африканцев. Поэтому первыми приняли на вооружение англичане. Потом, по мере того, как развивалась химия, как появился бездымный порох, пулемет стал работать надежно. Приняли на вооружение в Германии. Потом купили лицензию в России. За каждый собранный пулемет платили англичанам за лицензию огромные деньги. Пулемет постоянно дорабатывался. Причем серьезно дорабатывался. Вот это вот устройство, надульник, усидитель отдачи. То есть очень тяжелые подвижные части, очень большой вес. Поэтому энергии отдачи не хватало для надежной работы пулемета. А в русской армии к надежности оружия особые требования. Поэтому, когда начали производить пулеметы, в русской армии они не проходили военную приемку, российскую, императорскую. И постоянно были рекламации, что пулемет дает задержки. Англичане прислали инженера Миллера, который долго спорил с русским капитаном Жуковым. Рабочий день закончился. Русские с Миллером остались в мудрите над этим пулеметом. И когда на утро пришла смена рабочих, они уже сидят в обнимку, курят. Они изобрели вот этот вот надульник, усилитель отдачи. Это совместное творчество англичанина Миллера и русского Жукова. И после этого этот надульник стали применять в всех пулеметах системы Максим. Он стал абсолютно надежно работать. Так что без русского левши не обходится нигде и ничего. То есть пулемет с водяным охлаждением. Если воду подливать, стреляет, пока не закончатся патроны. Я за день подливаю воду два раза, закипает. Это уже модернизированный пулемет. С 40-го года начали использовать широкую горловину. Сначала заливали через вот такую маленькую. Вот это пароотводная трубка. Когда вода закипает, отсюда идет пар. Одевалась трубка и на несколько метров, чтобы облако пара не демаскировало позиции и не мешало пулеметчику стрелять. И выводили трубку просто в сторону. То есть пулемет сделан. Каждая деталь выполняет свою одну единственную функцию. Поэтому он напоминает маленький паровоз. С двухэтажной подачи ленты. Первый уровень идет лента. Ниже идет ствол. Еще ниже гильзоотводная трубка. И за каждый ход затвора патрон выдергивается и переставляется на уровень в ниже. Сначала из ленты загоняется в ствол. После выстрела из ствола загоняется в гильзоотводную трубку и вываливается. Вот впереди пулемета уже у меня стрелянные гильзы. Это уже макет переделанный под холостой патрон. Боевой зарядить нельзя. Здесь... Ну вот как он заряжается, посмотреть можно. Боевой заряжается точно так же. Вот он захватил патрон из ленты. Выдернул, опустил ниже. Я подал второй патрон. Захватил. Пулемет полностью готов к стрельбе. Надежность работы с металлической лентой вполне приемлемая. С матерчатой было, конечно, намного хуже, потому что лента растягивалась, лента намокала, лента замерзала на морозе. В Российской империи только в Риге была единственная мануфактура, делала бязь нужного качества для матерчатой ленты. В следующий раз покажу. Есть кусочек, именно показать. Но стрелять, конечно, уже из современной металлической, которая в 43-м году была сделана для пулемета Горюнов. Используется до сих пор. И, в общем-то, нет смысла менять, потому что надежно работает. Пулемет тяжелый, но был еще тяжелее. Первые стомки напоминали лафеты артиллерийские. И пулеметчик сидел на велосипедном седле, стрелял сидя. Потом, когда началась маневренная война, русский конструктор Соколов сконструировал вот этот вот станок. И за разработку станка Соколов был награжден малой золотой Михайловской медалью. Это вторая по весу техническая награда Российской империи. И было это в 1912 году, когда страна готовилась к Первой мировой войне. Станок, конечно, дорабатывался много раз. Новый принцип, еще Соколовский, все регулировки, плавные регулировки. То есть, можно стрелять лежа, можно стрелять сидя, можно все-таки колеса еще деревянные с дубовыми клинцами. Запас прочности был заложен настолько огромный, что эти пулеметы со складов достают, и они боевыми стреляют абсолютно надежно до сих пор. Друзья, первый раз в жизни. Сейчас нажму на гашетку, я считаю, легенды. Этот пулемет прошел Первую мировую войну, Гражданскую войну, Вторую мировую войну. И сейчас он еще, как я и говорил в начале ролика, служит по прямому назначению. Хотя, если честно, самое лучшее оружие, друзья, то, которое никогда не стреляет. И дай бог, чтобы все вооружение в мире стояло либо в музеях, либо используя столько на учениях в армиях стран мира. Ну, а теперь почувствую себя... Бойцом Красной Армии. Смерть фашистским оккупантам. Ох ты, ё-моё! И, кстати, даже холостыми скачет хорошо. Если честно, не приготовился. Спуск очень мягкий. Я думал, что будет как-то чувствовать палец, когда пойдет выстрел. Не ожидал, если честно. Но машина на века. И, друзья, обратите внимание, сколько лет этой единице оружия стрелкового, и оно до сих пор работает. Пишите в комментариях, как вы думаете, пластиковые глоки и т.д. и т.п. современное оружие будет работать через 100 лет после его выпуска в серию или нет. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал. Плейлист оружейка кузницы. На этом не останавливаться. Будут тесты как оружия охолощенного, так и которое стреляет боевыми патронами. До новых встреч! Спасибо за внимание! Пока! А, руки-то пахнут гарью! Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, дыхтовой транспорт. Ребята, это кайф! Тэкф! Наоборот! Тэкф! Продолжение следует...